Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформиляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. В 2015 году фонду важно сосредоточить усилия на ускоренном развитии прорывных промышленных технологий, которые должны соответствовать новому шестому технологическому укладу. Именно такие технологии определяют завтрашний облик отечественного ОПК. Я только что общался, разговаривал, до сих пор еще под таким впечатлением, даже ночами спать не могу, потому что настолько мысли в голове, настолько все зарядилось и пошло, что описать словами просто невозможно. Для меня это уже седьмая конференция в этом году, но то, что было на этом форуме, друзья, это описать словами невозможно. Я по себе могу сказать, то есть мы работали 4 дня с утра, то есть я вот как приезжал туда к 9, к 10 и расходились в 11. И это не секунды свободного времени, то есть это выступление, это общение, это работа с партнерами, это намечения с представительствами, новые планы. И просто в таком темпе, и как казалось бы, что ну просто выдержать невозможно. А наоборот, в таком все это, и мы еще в понедельник с Андреем все уже так разлетались, директора, мы с Андреем еще в Узмайлово сели, чтобы подбивать итоги, там, подписывать. И мы с ним тоже с 12 часов и до 9 вечера не вставая из-за стола. Где еще можно так придумать, что можно в таком темпе так работать, так это и испытывать от этого истинное удовольствие. Ну, во всяком случае, могу, не знаю, как про всех остальных директоров, они сами будут на своих вебинарах рассказывать, Алексей скажет свое, а я просто говорю, что, друзья, я в таком темпе, в такой, скажем так, атмосфере, в такой энергетике еще не работал никогда. Вот, когда ты общаешься с партнерами 14-15 часов подряд, не закрывая рта, и от этого испытываешь удовольствие, и никакой, ну, усталость есть, конечно, я домой приходил, просто падал, вот, потому что усталость очень колоссальная, и она особенно вот вчера, когда уже все стало спадать, вот я прям вчера, сегодня прям начал усталость накапливаться, начало так чувствоваться, что все-таки колоссальная нагрузка. Но, друзья, результат, он просто превзошел все наши ожидания в том плане, что мы наметили путь, мы рассмотрели все варианты, как дальше будет развиваться. Более того, мы еще об этом будем много-много говорить, что к нам стали подключаться новые-новые люди, то есть подключаются, не просто с точки зрения партнера, чтобы вы понимали, а с точки зрения направления работы, то есть у нас подключилась одна группа инженеров, которые говорят, мы можем работать, совершенствовать там на определенные узлами, там другая группа, потом прям, те, кто был на форуме, я, друзья, обязательно, ну, попрошу, чтобы кто-то или сказал, или, ну, там, поделился своими, у нас прям во время этой работы родилось новое направление в бизнесе, вот прям, прям там на ровном месте, когда одни инженеры нам предложили сделать один элемент, второй, другой, третий, и получилось, что мы выделили прям целое направление, которое, ну, для нас сначала было как бы как шутку, мы его назвали как велотрасса, веломобиль, вот, для городов, давно ведем это направление, но получилось так, что прям на, были серьезные бизнесмены с Турции, которые тут же предложили выступить заказчиками на эту трассу, получается, что мы замкнули этот путь, что у нас есть инженеры, которые делают не то, что Анатолий Эдуардович в Минске, это никто не трогает, это серьезная, глобальная, это перевозка руды миллионами тонн, это пассажиры, это серьезные скорости, а именно такая, локальный небольшой проект, ну, как мы называем, велосипед, то есть велосипедные дорожки, то есть, ну, такой струнный велосипед, вот, и мы, как вроде в шутку к нему относились, но когда сразу же с одного контракта появились заказчики на сотни миллионов евро, то сразу, а когда мы в общем посчитали, то, друзья, это, в общем-то, миллиардные заказы, получилось так, что очень интересно прям это направление пошло. И дальше, вот я сейчас вам говорил, мы сейчас сразу перейдем к другой теме, что это просто как попутное вот сейчас получилось, и мы как раз говорили, что, друзья, видите, когда объединяется, идет синергия направления, то вот даже, казалось бы, разные направления, они объединяются и дают серьезный результат. И получилось так, что я вчера там вел большие переговоры уже по презентации проекта и по продвижению, очень много задавали вопроса, а как отношения в России, там, и как... Так вот, друзья, сейчас я могу просто доложить и четко сказать, что отношение к проекту меняется радикально. Сейчас уже и слушают, и отношения очень серьезные, то есть мы с Алексеем еще несколько месяцев назад начали сначала писать докладные записки, аналитические записки о том, что такое проект Skyway, как он будет вкладываться в шестой технологический уклад. Сегодня это понимание есть, и сейчас я вам могу сказать, что у нас очень серьезные появляются партнеры с точки зрения нашего университета, как мы говорили, Новый Евразийский университет, и очень не исключено, что мы его будем делать с двумя такими мощнейшими научными центрами. Это Казахский государственный университет имени Назарбаева, это мощнейший центр в Евразии, и Московский государственный университет. Поэтому и второй вопрос, который я также сейчас вам могу несколько... Ну тут неправильно сказать, анонсировать, презентовать, а не исключено, что буквально к лету у нас будет демонстрационная площадка прямо в центре Москвы, и в центре не бывает, это Воробьевы горы для того, чтобы мы могли показать элементы технологии, продемонстрировать и так далее. Поэтому это как раз, друзья, я почему не боюсь как бы этого говорить, потому что получится, значит это будет направление, что мы вот вам обозначаем, не получится, значит мы объясняем, почему просто сегодня возникают эти элементы, это вот прямо сейчас, в это время, за проведение этого форума. Ну а как говорит Леша Суходов, я тут хоть он и молодой у нас, так сказать, ученый, но я не могу с ним не согласиться, что здесь возникает элемент синергии, то есть когда 70 тысяч человек, которые сегодня уже в проекте, начинают думать, начинают стремиться к его реализации, то возникают очень такие серьезные подвижки, то есть раньше, казалось бы, ну когда мы могли выйти на переговоры, допустим, там с Академией наук или с Московским государственным университетом, а то, чтобы они сами нам предложили сделать демонстрационные образцы на территории университета. Вот, поэтому сейчас и как раз получилось, что совпадение возникло не из-за того, что сегодня, ну там какие-то элементы срослись, просто сегодня Московский государственный университет объявлен инновационной зоной, зоной студенческой активности, они привлекают очень много сейчас всяких направлений, и они разработали концепцию такого велопарка на территории Московского университета. Ну, честно говоря, когда я это увидел, вот, я им задал вопрос, я говорю, а зимой? Они говорят, да, понимаете, сами проблема в чем, что сейчас разметку сделали на территории Московского университета, а 8 месяцев в году эти разметки не видно. Это снег, это дождь, это, знаете, поэтому, говорят, понимаете, не то, что ездить, а разметки не видно. И второй вопрос, все-таки очень много, Московский университет находится в зоне, такой и жилой, это самое, и там очень много пересечения параллельных трасс автомобильных. Поэтому, говорит, очень сложно, надо систему закрывать, очень сложно ставить систему светофоров, чтобы обезопасить велосипедистов. Ну, и тут, так как у нас прямо на форуме родилась вот эта идея, как мы его назвали, смарт-велокар, то есть это умный веломобиль, который находится на струне и едет со скоростью почти 100 км в час. Я сходу предложил, говорю, а хотите рассмотреть вопрос, что вот мы вам сделаем опытную трассу, там, допустим, к осени или там за осень, чтобы вот вы продемонстрировали, посмотрели. И это оказалось настолько своевременно, настолько интересно, друзья, что нам тут же говорят, друзья, все, давайте, так сказать, показывайте. И мы начали этот вопрос обсуждать, делать. И это как раз вот, чтобы сразу было понятно, это вот работа, которую мы сейчас делаем, которую координируем. И мы сегодня финансируем и отправляем деньги в конструкторское бюро в Минск, обязательно, чтобы работа двигалась, шла. Ну и, соответственно, те группы инженеров, которые сейчас еще подключаются именно на прикладные вещи, мы тоже, естественно, рассматривать будем, потому что это все работы нашего линейного города, потому что в линейном городе, как вы понимаете, там нужны все виды. И скоростная дорога 500-600 км в час, и велотрассы, которые будут рядом находиться, и низкоскоростной, то есть 100-140 км в час, то, что будет перевозить уже на близлежащие пункты. Поэтому это просто как один из элементов, и, естественно, друзья, мы его будем продвигать, делать. А для нас это, как скажем, пилотный опыт, первый, но в то же время очень понятный, потому что как раз именно на эти трассы сейчас есть заказчики, мы оформляем документы уже там в Турции, в Израиле, именно вот на такие прогулочные фитнес-трассы, когда можно ехать в небольшом юнибусе, юнилете, и, соответственно, при этом еще вращать велосипедные педали. Да, вот Алексей показывает, эта трасса уже реализованная сегодня в мире, то есть это уже существует, мы ничего нового здесь не придумываем, то есть вот это веломобили, которые уже есть, просто сегодня технология позволяет намного облегчить эту систему, намного сделать ее более эффективной, и передвигаться со скоростями близких к 100 км в час. То есть вот как раз, да, очень хорошая иллюстрация, то есть это как раз сейчас уже первые трассы, на которые есть заказчики, которые как раз хотят участвовать в работе. Ну, мы, естественно, эту работу будем проводить, имея в виду, что это не основная для нас работа, но как элемент развития системы, как элемент развития нашей краудинвестинговой программы, и как выход на конкретных заказчиков и отработка опыта. То есть будем рассматривать таким образом. Ну, а второй момент, это все-таки под эту программу получить демонстрационную площадку в центре Москвы, на базе Московского университета, это тоже, я думаю, полезно будет, потому что и Садовничев Викторин Александрович очень такой активный человек, и очень ситуация ему понравилась. Так что, друзья, я это отношу тоже как к результатам форума, потому что эта концепция родилась там, и, соответственно, тут, Геннадий, педали крутить не устану, но вот как раз концепция автомобиля, который велокар, смарт-велокар, который делается, он со схемой электродвигатель, аккумулятор, а педали надо крутить только для того, чтобы заряжать аккумулятор. Соответственно, если вы не хотите крутить, значит, вы просто разряжаете аккумулятор и за счет этого едете какое-то время. Ну, там, сегодня аккумуляторы хватает, допустим, на 8-10 часов работы. Если вы при этом вращаете педаль, то это сам, да, обогнать невозможно, это как трафик, который идет в интернете. То есть это вот детерминированность движения, и как раз это именно концепция вся для того, чтобы можно было безопасно ехать на велосипеде, при этом меняющийся пейзаж, свежий воздух, ну и при этом круглогодичный, потому что, все-таки согласитесь, что в Москве велосипедный транспорт круглогодичным быть не может. А с учетом вот этих пробок загазованности, которые есть, то зачастую там летом из машины выходить не хочется, пускай лучше работает с фильтром. Вот. А когда трассы идут в экологически чистых местах, соответственно, ну, это, друзья, это целое направление, которое мы будем смотреть. Да, абсолютно верно, это экскурсии такого рода, которые можно делать, это самое, по Москве и так далее, и так далее. Ну, друзья, это как одно из направлений. Теперь давайте еще очень важно сегодня еще раз поговорить вопрос с нашим линейным городом. Мы тоже это очень много обсуждали на форуме. Вот. Я докладывал ситуацию, которая сейчас идет по переговорам, что мы очень активно движемся сейчас уже к выходу методики по оформлению земли. Вот. Я и на вебинарах перед этим говорил, и на форуме, что, друзья, очень непростая ситуация, там, надежд или иллюзий, что мы там за неделю, за две, за месяц решим, здесь быть ни у кого не должно. Вот. Потому что реально уже в самом аппарате правительства, в самой администрации президента реально появляются уже противники этой программы, уже на нас начинают сегодня там оказывать определенное давление, чтобы мы отказались от этой программы. Вот. И я, друзья, вот прям вас призываю, и хочу, чтобы мы четко это сделали, что мы ответить на это можем только серьезной интенсивностью нашей работы. Если сегодня, вот на последний, вот когда мы с Андреем смотрели Хавратовым, у нас было 12 тысяч заявок на 12 тысяч гектар, то, друзья, я думаю, что к концу этого месяца будет 20, а давайте к концу лета, к концу мая сделаем 100 тысяч. Потому что это единственный аргумент, который мы сегодня реально можем предъявлять. И я могу сказать, что это очень серьезный сейчас вопрос, прошу отнестись к тому, что я говорю, что у нас очень многие серьезные люди, которые нам помогают, сегодня включились, которые понимают серьезность то, что мы делаем. Но также, друзья, возникает огромная сегодня когорта, так сказать, вот эта пятая колонна, которая начинает работать против, которая и не только нам мешает. Знаете, что я осознал, когда начал работать, что они подставляют и работают не против нас лично. Глубоко плевать на Skyway, на Юницкого, на Skyway Invest Group, на Transnet им все равно, они начинают подставлять уже президента, потому что президент пообещал и сделал, и я прям увидел реально людей, которые работают для того, чтобы это не было реализовано, то есть это на уровне идеологии. И реально, когда говорят, что есть силы, которые работают против, вот я увидел, что это люди есть такие даже в администрации президента. Поэтому здесь, друзья, как раз с людьми, которые нас активно поддерживают и являются нашими союзниками, мы так и договорились, и я взял на себя обязательства, я говорю, друзья, мы к концу мая сделаем 100 тысяч заявок и будем больше дальше двигаться по тому, чтобы оформлять эту землю. Более того, сейчас активнейшим образом уже обсуждаются вопросы на уровне администрации внутри Государственной Думы, чтобы количество гектар на человека увеличить. Сейчас уже обсуждается вопрос 5-6 гектар, а вообще, я видел даже документы, которые пока на уровне обсуждения, что рассмотреть вопрос до 30 гектар на человека, если эта земля будет эффективно использоваться. То есть, логика сейчас такая, что вы заявляетесь на гектар-5, вот, если вы начинаете эту землю осваивать и она начинает входить в экономический оборот, эффективно, именно для того, как она ставится, освоение территории, то дальше вы можете подать заявку увеличения этой земли до 30 гектар. И здесь, как раз, друзья, мы наилучшим образом вписываемся в эту систему, потому что то, что мы делаем, это инфраструктурный проект, это туда, куда придет энергетика, оптиковолокно, сразу вся инфраструктура, рабочие места, и это комплексное освоение, которое повлечет за собой, освоение территории новых месторождений. Вот, и мы как раз с вами говорили уже на последнем вебинаре, а я на форуме очень четко показал, потому что очень много задают вопрос, как, за счет чего будут финансироваться рабочие места, за счет чего будет строиться экономика. Это тоже, друзья, я так более-менее остановлюсь на этом, ну, наверное, на сегодняшнем вебинаре только поверхностно, скажу, чтобы было понятно, а на следующем вебинаре, в следующую среду, мы с Алексеем более подробно расскажем, это именно экономические подоплеки развития Скайвея, Транснета, города Евразия, линейного города, и чтобы вы понимали, что это будет наиболее эффективный и наиболее экономически развивающийся регион и город за всю историю, которая до сегодняшнего дня была. И это как раз та экономическая подоплека, которую дает технологии. Вот, тут естественно, что сам город, вот сейчас Алексей, видите, он трассу поставил, вот она идет, этот, Санкт-Петербург, Владивосток, но потом, естественно, что мы надеемся, что с Санкт-Петербурга он через Прибалтику идет в Европу, вот, что он соединит и все европейские страны, а дальше он идет в Китай, и, соответственно, это будет начало общей евразийской сети, именно Евраз-Транснета. И здесь нельзя отдельно рассматривать этот вопрос, и я тоже вам перед форумом четко показывал, что эта трасса, это линейный город, они будут строиться вдоль тех трасс, по которым будет экспортироваться или вывозиться пищевой лед. Соответственно, программа пищевого льда и продажи сибирского холода, она не может быть рассматриваться в отрыве или нет в увязке к линейному городу, когда говорят, что мы там будем делать или за счет чего. Это просто сами трассы, которые будут построены и которые будут вывозить сибирский лед и сибирский холод, соответственно, эффективность и, как мы уже говорили, они настолько дадут взрывной рост ВВП, экономике, то есть, я сразу могу сказать, что доходная часть российского бюджета за счет, когда будет реализована эта программа, ВВП России увеличится более чем в три раза только одним этим проектом. И, естественно, так как это дает эти трассы, этот проект, то это будет стимул их внутреннего развития, это будет их потенциал. Поэтому, естественно, что сегодня же ни для кого не секрет, что все нефтяники там в Ямале, в Ханты-Мансийске, в Тюмени, они живут весьма неплохо, потому что это доходная часть бюджета и доходная часть бизнеса, как есть. Поэтому, сегодня развитие этого направления это обязательное такое условие развития линейного города. Поэтому нельзя рассматривать программу линейного города от транспортировки и программы «Русский холод». Это обязательная часть. Второй момент. Это нельзя рассматривать без освоения новых месторождений редкоземельных, цветных и черных металлов. Это соответственно, потому что это все составная часть. И все это, друзья, уже как раз мы не раз говорили, и сейчас я просто подвожу как форум, все это сводится к общей концепции развития и тем возможностям, которые дает сегодня Skyway, Transnet, и которая сегодня действительно начинает обсуждаться на самом высоком уровне, потому что действительно понимание того, что Transnet и шестой технологический уклад это то, что будет сейчас менять окружающий мир и, собственно, будет выводить Россию из того, скажем так, предсмертного состояния, в котором оно сейчас находится, потому что здесь, друзья, тоже прям буквально перед вебинаром обсуждали вопрос, что происходит с долларом, что происходит с евро, что происходит с нефтью, вот там разные, как говорят, так вот, друзья, то, что сейчас происходит с точки зрения экономики и с точки зрения анализа, это и то, что смертельно катастрофично, а это позор, другими словами это не назвать. То есть сегодня вы возьмите, ну я обязательно на следующем вебинаре подкажу графики, колебания цены на нефть, графики колебания цены национальной валюты и графики колебания индекса бирж. То есть мы теперь, друзья, вот вдумайтесь в этот вопрос, мы с вами зависим от войны в Йемене, оказывается, в Йемене начинается война, цена на нефть возрастает, и мы говорим, что оказывается хорошо, потому что ВВП растет, потому что растет индекс бирж, поэтому рубль укрепляется. Начинаются переговоры с Ираном, и тут тоже, как бы, так сказать, мы все вхлопали в ладоши, что такая красота, сейчас Иран выйдет, а это треть со всех мировых запасов с дешевой нефтью, и наша нефть еще упадет более чем в два раза в цене, вот, то оказывается, мы теперь зависим от переговоров в Йемене, от переговоров с Ираном, о том, что саудиты договорились с американцами от поставок, от американской программы, соответственно, добычи собственной нефти, исландцевого газа, остается вопрос, друзья, а наша экономика, мы сами от чего-нибудь зависим, то есть у нас сегодня плавающий курс, и как раз это сделали, это абсолютная, скажем так, беспомощность экономических властей, которые сегодня, пока они расписались, что они ничего сделать не могут, вот сегодня нефть стоила в начале года 100 долларов, у нас была цена, там, рубль-доллар, одно соотношение, и, соответственно, индексы всех держат, нефть стала стоить 50 долларов, соответственно, рубль уходит, все, так сказать, это все меняется, и мы говорим, у нас наступает кризис, так вот, друзья, когда Центробанк и власти держали курс рубля, то есть не допускали вот этой неконтролируемой инфляции, потому что сейчас, сейчас это, друзья, к чему приведет, что если завтра будет цена 20 долларов, то еще упадет в два раза, значит, курс рубля, доллару к евро изменится тоже в два раза, соответственно, инфляция опять крутанется, потому что мы все, лекарства, продукты и так далее, и так далее, все зависимы на импорте, соответственно, на этих товарах, поэтому сейчас наши власти, которые управляют экономикой, они четко показывают, что, друзья, нам всей страной надо сегодня сидеть, валиться, чтобы в Йемене была война, чтобы никакие санкции с Ирана никогда не снимали, и желательно, чтобы завтра умерли все короли Саудовской Аравии, потому что там тоже было колебание, и, соответственно, взорвались все вышки в Персидском заливе, и, соответственно, сланцевая нефть в Америке никогда оттуда не вылезала из своих недр. Вот к чему нас сегодня, друзья, привели. Если это сказать, что это удел великой державы, то мне за эту державу стыдно, вот что я могу сказать. Это просто как отвлечение, и сейчас я могу сказать, что понимание этого есть, как вы видите, мы сейчас с научной точки зрения обсуждаем Сауды-предатели, я не знаю, кого там Сауды предали, вот, они, по-моему, свои интересы преследуют, и у них, по-моему, все это, СССР, ну, Руслан, я спорить не буду, но, по-моему, СССР предали сами, кто здесь внутри находится, его просто уже почти 25 лет, как нет, давайте все-таки думать о том, в каких условиях мы сейчас живем, в каких условиях нам предстоит жить. А вот действительно предатели, которые посадили страну на вот эту иглу и дальше не дали никакой шансов развиваться и делать, вот это действительно, у меня других слов не возникает. Вот, поэтому, соответственно, это очень серьезный вопрос. Поэтому сейчас, вот мы как раз делаем научный сайт очень большой, тут взаимодействуем с Академией наук, сейчас понимание того, что Путин, как президент, поставил задачу глубокой модернизации, о том, что должна развиваться технологии новые, которые будут давать новый прирост. И вот как раз в этом плане сейчас очень радует, что понимание того, что мы делаем, есть. Но самое главное, друзья, что бы я хотел, чтобы мы все с вами очень четко понимали, и те, кто были на форуме, они это прям, я думаю, прям на уровне запаха, который был в этих залах, было понятно, что, друзья, мы сейчас находимся в ситуации, когда зависит от нас. Все зависит от нас. Вот нас 70 тысяч человек, мы это делаем, к нам уже прислушиваются, смотрят, уже задают вопросы, уже дают площадки демонстрационные в центре Москвы. Раньше этого было нереально даже предполагать. Вот сейчас уже говорят, давайте мы это покажем еще раз там президенту, там еще кому-нибудь, к вопросам, а когда показывать, когда это самое. То есть понимание этого приходит. И, друзья, если бы мы с вами сейчас не обладали этим потенциалом, если бы мы с вами не собирали десятки, а потом сотни тысяч заявок на строительство линейного города на получение гектара земли, если бы мы с вами сегодня не финансировали и не создавали условия для развития конструкторского бюро, если бы сегодня холдинг Skyway Юницкого не ставил графики, показы, демонстрации уже готовой технологии на полигоне и продажи, то, друзья, то, что мы с вами делали, это было бы так же кустарщина или каждый раз партизанщина, когда мы что-то хотим, но не знаем, как добиться. А сегодня все в наших руках, у нас есть графики, у нас есть работа, и поэтому наша с вами задача это работать, активно развиваться, привлекать, показывать, и самое главное, что интерес людей, то есть у нас получилось так, что наш форум был, а рядом еще было несколько форумов сетевых компаний, сетевых людей, которые там продвигали те или иные продукты. Я вам могу сказать, что когда люди вникали в суть программы, что мы делаем, как мы делаем и как работает наша система, то очень много таких именитых людей постепенно стали переходить и относиться к нашему проекту очень серьезно. То есть я там тоже потренировался на одном из серьезнейших сетевиков, не только в нашей стране, он сам с Киева, но входит в топ 50 крупнейших сетевиков мира, так сказать. И когда мы с ним, по-моему, все три дня с ним какое-то время выделяли, и когда в конце он сказал, что да, меня ваша программа интересует, но я буду еще изучать, я считаю, друзья, это самое интересное самое интересное, ну, скажем так, эффект от этого проведенного форума. Поэтому, друзья, все, что касается нашей работы, давайте, у нас планы лабинаров и проведения остаются, обучение идет, работа идет, наши активнейшие и директора, и спикеры информацию доводят, поэтому, друзья, наш обучающий проект, а он как раз и обучающий в том плане, что мы доносим информацию, и, кстати, очень интересно на форуме, тоже такая прозвучала, когда общаешься с сетевиками, особенно такого крупного, то меня, знаете, друзья, даже в несколько такое непонятное положение поставил вопрос, когда говорят, а что вы продаете? Потому что все же привыкли, товар или услугу, или там с сетевой точки зрения, как продвигается, что делать? Меня говорят, а что вы продаете? Кто это производит? И, знаете, друзья, я прям вот сходу одним словом не смог ответить на этот вопрос, вот как объяснить того, что продает Skyway, сказать, что акции высокотехнологичной компании, сразу весь вопрос, а вы покажите, а где капитализация, а кто оценщик, а, соответственно, где бизнес-планы и так далее, и так далее. То есть понятно, что наша программа, она не входит ни в какие рамки. И, так, скажите, какие плюсы от реструктуризации? Друзья, это Юницкий завтра будет в 7 часов вещать, соответственно, давайте все вопросы по реструктуризации, по акциям, по заменам, давайте в головную компанию, потому что это все-таки их работа, и эти вопросы, соответственно, будет возможность завтра в 19 часов прям задать генеральному директору, генеральному конструктору. Поэтому, Руслан, все вопросы, плюсы от реструктуризации, это все завтра к Юнинскому. Мы можем рассказывать вам только о тех плюсах и о тех вопросах, которые дает работа нашего фонда. И мы однозначно как раз показали на форуме, что все, кто участвует в нашей группе, в нашей фонде, помимо всех плюсов, которые будет давать компания, мы даем дополнительные гарантии, дополнительные бизнесы, дополнительные коэффициенты для того, чтобы увеличилась капитализация, это наша работа. Соответственно, все, что связано с реструктуризацией, с доходностью, с юридической формой работы Евразии на Раил Скайвей, это, друзья, завтра будет в 19 часов и, соответственно, в их юридическую сумму. Это чтобы четко было понимание какое-то. То есть у нас на форуме так подвис интернет. Да, про Евразию я обязательно сейчас расскажу. Значит, у нас на форуме присутствовали представители Евразии на Раил Скайвей, был финансовый директор. Поэтому мы как и работали, и работаем, и будем дальше работать с точки зрения тестового взаимодействия. Потому что мы, друзья, делаем одно дело, и наша задача это финансировать конструкторское бюро по мере наших сил и возможностей. Что мы будем делать? Для этого наша работа и строится. Так, по ПО Евразии, друзья, я тогда сейчас передам слово Алексею Суходоеву, он расскажет свое видение, свое представление. Потом я буквально коротко расскажу, собственно, как начало работать ПО, зачем мы его создали. Ну и потом Григорий Михайлович у нас будет делать завершающую часть нашей встречи. Поэтому сейчас передаю слово Алексею. Алексей. У меня как раз интернет подвис тут. Здравствуйте, дамы и господа. Все, Алексей, я отключаюсь, приветствую тебя. Вот. Тогда потом я, а потом Григорий Михайлович. Так? Дмитрий Анатольевич, теперь в виртуальном формате. Собственно, рад вас приветствовать, дамы и господа, уже в виртуальном формате. Особо рад тем людям, которых встретил на форуме. То есть, хочу сказать, что энергетика просто действительно зашкаливает. И то, что было на форуме, собственно, сравнить могу с космосом. И это совершенно другого рода мероприятие. И даже вот некоторые руководители чуть-чуть приболели, потому что энергетика действительно от разных людей, абсолютно разная. Но стойко всего было сделано и договоренности установлены за время пребывания за эти три дня форума. Это дорогого стоит. То есть, это месячный показатель активности в принципе фонда. И я думаю, что после форума неизбежно наши именно инвестиции в проект, наше опять же развитие по инвестпроводящей системе. И все больше людей, и ученых, и потенциальных крупных инвесторов узнает о нас. и собственно видение вообще. Леша, чуть-чуть звук добавь, это самое, тихо что-то, это самое. Так, сейчас получше? Сейчас получше? Да, 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 И собственно, многие представители из других стран были, Арман, как директор, молодой директор Global Transnet UK, это та компания, которая в принципе будет производить эмиссию наших акций как фонда, то есть Global Transnet UK. И намечено, я вам скажу, очень много планов, то, что вот Сергей Анатольевич рассказывал про смарт-велокары, это вообще концепция, которая мы все с вами заинтересованы для финансирования максимально быстро и максимально плотно, в максимально больших объемах непосредственно самой корневой технологии и струнной технологии Анатолия Дардача Юницкого. И когда появляется такой, ну, может быть, с виду несерьезный для кого-то проект, ну, я вам скажу, что сфера туризма этот проект вообще на ура просто примет. И я хотел бы вам напомнить, что у нас об этом рассказал на третьем дне в своем выступлении, его построил не по формату, хочу донести вообще вот то, что мы с вами действительно делаем, чтобы каждый это понимал. Мы не просто один, два, сто тысяч человек отдельных, мы коллективный организм, то есть мы коллективный первый в мире венчурный капиталист. и отличие вот основных венчурных капиталистов заключается в том, что собственно в первую очередь ищутся инвестиции, то есть пассивные инвестиции так называемые, далее соответственно прибавляются инвесторы, инвесторы, но их нужно как и в интернет проектах, вот если сравнивать с сферой интернет, искать снова и снова и более того цикл жизни венчурного фонда, об этом на следующих вебинарах я это более подробно буду освещать, показывать, это примерно 5, максимум 8 лет, то есть это тот цикл, сколько фонд может управлять инвестициями, соответственно выводить компанию на IPO, либо наоборот не выводить в случае поражения, ну я хочу вам сказать, что наша инвестиционная группа это совершенно другое явление, такого просто не было в мире. У нас есть не то, что даже конкуренты, люди действующие по подобной схеме, то есть но такого масштаба и то эти люди опять же выросли из струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого, именно как уже затеяв свое дело, но по таким масштабам нет никого и более того я вот общаюсь со многими людьми, кто и оставил уже по каким-либо причинам развития сети Skyway Invest Group, именно общаясь с целью их возвращения для развития сети и люди смотрят, анализируют ту же историю Элона Маска, то есть миллиардера молодого, который вывел на IPO и произвел первый в мире электромобиль, с какими трудностями они сталкивались, с какими трудностями сейчас сталкивается Гиперлуп и по сути у Гиперлупа только один такой воротило бизнес-ангел, который может помочь, а остальное тоже перспектив-то особо и нет. И собственно могу сказать то, что наше грандиозное отличие заключается именно в том, что мы именно коллективный организм и коллективный венчурный капиталист. И мы будем развиваться только вширь. Тоже вот картинку я рисовал чуть попозже на слайд на будущих вебинарах я сделаю. Анимации тут в Мирополисе насколько я помню нет. Но чтобы вы представляли. То есть вот вернемся по аналогии как квадрант денежного потока Роберта Киасаки. То есть многие люди входят в нашу систему по различным критериям. Кто-то благодаря реализации перспектив, возможностей, как вот Андрей на третьем дне говорил. Кстати, очень мощный заряд именно по личностному росту произошел. И я думаю поставьте плюсики те люди, которые на третьем дне присутствовали. Насколько действительно это мощный посыл был краткого выступления Андрея, именно сокращенного, но очень правильное и очень нужное задавание направления. И собственно у всех у нас с вами есть намерение реализовать свои мечты, перспективы, возможности, новая экономическая эволюция мира, идеологии, которая является как раз Skyway Invest Group позволит это сделать. Кто-то входит на технологию, кто-то входит на деньги, то есть маркетинг, инвестпроводящая система и непосредственно всему это возможно обучить, то есть и технологиям, и как строить сети. И собственно у нас даже с осени будет запускаться институт, непонятно пока как он будет называться, то есть это евразийский институт может называться, может как-то по-другому, но цель его будет такова, чтобы взращивать те кадры, те потенциалы, которые смогут вести в будущем целые адресные проекты. В ближайшее время у нас будет прописан именно алгоритм открытия адресных проектов, но я хочу сказать и об этом спрашивал у Андрея Федоровича Ховратова, мне тоже конкретно нужно понимать, каким образом до людей доносить и партнерам из других стран открывать адресные проекты. Адресный проект на данной стадии не сможет быть открыт, если в том или ином регионе не развивается сеть, то есть либо нет потенциальных крупных инвесторов, но не то, что даже потенциальных, а готовых вложить. То есть та вот концепция смарт-велокара, она бы не родилась, если бы не сложились те обстоятельства, которые сложились. И я хочу вам сказать, что мы как будто нас ведут невидимой рукой, мы делаем те действия непосредственно Сергея Анатольевича, и я ему помогаю в написании аналитических записок и так далее. Мы же вообще совершенно не думая о последствиях, начали просто писать. и вот действительно как будто нас невидимая рука ведет и сейчас может выйти это на столь масштабные уровни, что смарт-велокар, ну это вот только так скажем дорожка, дорожка на эти уровни. Об этих уровнях мы пока не можем говорить, но собственно я думаю в ближайшие максимум полгода, это с запасом я всегда говорю, то есть вот люди у меня спрашивали и про выход на IPO на конференции, про сертификацию и одновременно ли будет сертификация с выходом на IPO. Вот как раз таки вот эти факторы они зависят только от прямых инвестиций вливаний в корневую технологию. То есть тот же концепт смарт-велокара на потенциальную прибыль было подсчитано примерно по сегодняшним потенциальным заказом, то есть это Турция, это Израиль, это Швейцария и я думаю подтянется Европа, подтянутся и городские парки в российских городах, подтянутся университеты крупнейшие, потому что велодорожка это уже достаточно устаревшее понятие в принципе как и бронтозавры цивилизации как выражает Сергей Анатольевич самолеты и поезда сегодня уже собственно должны заменяться другими технологиями. Кстати, вот такое небольшое отступление у меня у самого небольшая такая морская болезнь присутствует, не особо люблю летать на самолетах, когда болтает, когда какая-то не очень хорошая погода и как раз когда садились в Москве болтало и с Григорием Михайловичем летели, Григорий Михайлович примет у меня эстафету и в конце после Сергея Анатольевича уже отдаст вам четкое видение, то есть это недостающая концепция, недостающая звено цепи в вебинаре нашего Сергея Анатольевича, потому что нужно говорить определенные вещи, как говорится, любая презентация, она должна заканчиваться вовремя и заканчиваться правильно. Иногда мы тоже анализируем, получается такой вот раздув, немного воды даже присутствует и эту воду мы будем избавляться от нее и собственно как старатель добывает золото, чтобы вы получали именно золото, золотую информацию на наших вебинарах. И собственно вот я Григория Михайловича спросил, Григорий Михайлович, ну вот как тренировать вестибулярный аппарат и так далее, он говорит, не нужно тренировать, ждем Skyway и собственно скоро произойдет внедрение и собственно ничего тренировать не надо будет. То есть вот представляете, как меняется концепция. И собственно на конференции также по поводу потенциального будущего адресного проекта пообщались по части линейного города Челябинск-Екатеринбург. Есть человек, который более 15 лет кстати вот опять же про невидимую руку, про которую я вам говорил, что-то нас натолкнуло поехать на съезд и выступить с докладом на общество знания. Общество знаний сейчас наши союзники. Соответственно новый цикл конференций будет в том числе будет происходить содружествие, содействие с обществом знания. Это общественная общероссийская организация. И собственно от общества знания тоже есть Алексей Юрьевич и этот человек занимается более 15 лет как раз концепцией линейного города Челябинск-Екатеринбург. Это достаточно серьезное такое направление, потому что на территории чуть больше чем 200 километров редко где расположены фактически по прямой два города миллионника. Причем один из городов это считается некоторые люди считают второй столицей Российской Федерации. И правилису Екатеринбургской области и собственно предприниматели крупные планируют и заинтересованы чтобы сформировать таким образом транспортную инфраструктуру таким образом связывать с близлежащими городами. Это и Уфа, это и многие другие города и Челябинск естественно. И чтобы Екатеринбург перерос из Екатеринбург, Челябинск и другие города переросли из отдельных мегаполисов именно в понятие гигаполис которые про которые на ранних вебинарах более я вам вещал и говорил. И собственно я думаю уже пора прекращать приводить пример про китайские гигаполисы про скандинавские ну скандинавские абсолютно уверен при текущих темпах развития что теоретически это может быть нашим адресным проектом и возможно уже в ближайшие года если не в этом году появятся скандинавии активисты которые будут инициировать компании отдельно создавать компании под адресный проект именно скандинавские это огромный потенциал и собственно таких адресных проектов будет появляться все больше и больше о чем я хотел бы еще напомнить для вас всех и на вечернем вебинаре для вас хотел бы напомнить то есть вот каким-то образом непонятно вообще откуда родились эти мысли скорее всего это из энергетики вот конференции я понял что у нас просто суперская инициатива то есть вот когда директорский состав стоял на так называемой сцене перед всеми людьми мы же все обычные акционеры изначально и каждый абсолютно из вас может стать любым нашей системе именно системе Skyway Invest Group нашей первой инвест проводящей системе группы компаний Skyway и непосредственно как я и говорил в мире первого в мире коллективного венчурного капиталиста и собственно люди когда это начали понимать начали подходить спрашивать и так далее вот я могу быть представителем по финансам общаться по финансам в своем регионе да конечно можете и более того мы испытываем очень серьезные не то что дефицит но на будущее уже мыслим в кадрах в том числе и в директорском составе потому что мы постоянно расширяемся и собственно что нас ждет при именно поставленных планах поставленных темпах развития это ну очень очень большой шквал и задач которые нужно будет решить и потенциал который нужно будет реализовать и те же самые смарт-велокары очень часто будем повторять более того скоро уже начнем и вводить в курс дела о проектировании визуализацию создавать и так далее и стоит отдать должное договоренностям Сергея Анатольевича Сибирякова и вообще нашей в целом инвест проводящей системе системы что этот проект нам обойдется достаточно за небольшую сумму денег и собственно мы сможем скапитализироваться и представьте мы скапитализировались насколько быстро вообще молниеносно начнет развиваться наша сеть соответственно от капитализации естественно мы реентируем в ту технологию которая является корневой но это не значит что будет как-то прекращаться затормаживаться то есть все именно на благо первичной технологии то есть технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого струнной технологии потому что именно технология Анатолия Эдуардовича Юницкого и на струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого сможет вывести Россию из такого плавающего подвешенного состояния как вот валанчик чтобы не болталась экономика страны куда ветер то есть внешние проявления события туда и экономика и собственно именно технология Skyway может это все изменить и другого пути собственно и нет благодарю за внимание с вами Алексей Суходоев а теперь я передаю слово либо Сергея Анатольевича либо уже Григория Михайловича Михайловича так спасибо так у меня изображение Сергея Анатольевич не видно у вас изображение Даня сейчас что-то у меня с комнатой да сейчас секундочку я тогда перезайду еще разок прям секунду так да Алексей спасибо Спасибо большое. То есть, конечно, я говорю, все под впечатлениями, с одной стороны, и уставшие довольно-таки, с другой стороны, все довольны, поэтому это чувствуется, наверное, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что Алексей действительно у него было очень интересное выступление уже на завершающем, я бы для себя тоже очень многие вещи в первый раз услышал, поэтому движемся так очень активно и очень серьезно. Значит, один из вопросов, который здесь звучал, и действительно, который мы будем постоянно проговаривать, это основная сегодня наша тема, связанная с потребительским обществом. Как раз 3-го числа, когда мы все собрались, это была пятница, произошла регистрация ПО, это знаковое событие, потому что некоторые скептики, когда я говорил, что мы регистрируем такое ПО под реализацию проекта Евразия, Скайград Евразия, линейного города, то скептики нам не верили, что вообще мы сможем это ПО зарегистрировать, что оно начнет функционировать, и что это будет таким действительно рабочим инструментом. Вы видите, как все произошло, там Дима Счастливый, это наш руководитель юридической службы, вот опять же он живет в Иркутске, тоже с большим удовольствием мы с ним лично познакомились, я после полугода работы с ним первый раз увиделся живьем, это, кстати, тоже веление нашего времени, что из почти 30 директоров, с кем мы работаем, в ежедневном режиме общаемся, у нас планерки, оперативки, вопросы обсуждаем, две-третьих я очень увидел только первый раз на форуме, при этом работа идет, все остальное, это тоже возможности интернета, то, что сегодня происходит, это тоже друзья очень так интересно и своеобразно радует. Вот, поэтому ПО, это потребительское общество, это потребка операции, это, друзья, абсолютно новая юридическая сфера, то есть, которая существенно отличается от акционерного законодательства, от законодательства общества с ограниченной ответственностью, от индивидуального предпринимательства, то, что сегодня используется в основном для ведения бизнеса. А потребка операции, она в основном дает очень серьезный стимул для внутреннего развития связей, то есть, она вообще была задуманная и очень серьезно работала еще в конце 19 века, в начале 20 века. Тут, Калина, чтобы вступить, это надо заплатить вступительный, как это планируется. Друзья, вся работа, вся разъяснительная документация будет в личном кабинете, и, естественно, что ПО сегодня по закону предусматривает, что надо отправить какое-то личное заявление на то, чтобы стать членом ПО. Естественно, что мы работу выстраиваем таким образом, что все, кто зарегистрировал нас в личном кабинете, все, кто является сегодня партнером по работе в Скайгрене из групп, они автоматически становятся пайщиками потребительского общества Евразии. Соответственно, дальше какую логику мы сегодня заводим? Что для того, чтобы получить землю, вот сегодня оформляется, то так как основной стимул этой программы, которую обозначил Путин, и который тоже сегодня произносится и по предствам в дальневосточном области, что все мы должны заинтересованы быть в развитии этого региона, и как раз земля используется как потенциал. То есть она нам дается для того, чтобы стимулировать нас к развитию этой территории. И мы как раз как проект линейного города, как проект по Евразии, мы как раз и берем эту землю как ресурс для того, чтобы через эту землю, именно на этой земле, сначала спроектировать, потом испытать, а потом построить именно сам линейный город, который будет являться такой стартовой площадкой для всей евразийской экономики, которая серьезно за счет воды и холода увеличит ВВП пространство, причем многократно, второй он даст стимулы для расселения и дальше уже для освоения новых территорий. Поэтому здесь как раз мы, то что мы запускаем и тех людей, которых мы зовем в эту программу, мы как раз говорим о том, что это продукт коллективной работы. Это не значит, что вы можете один взять этот гектар и что-то с ним сделать. Очень сейчас не люблю слово «если», но обычно меняют на «когда». Так вот, если мы вместе делаем одно дело и запускаем проект, то этот проект реализуется. Если мы это не делаем, то это все не работающая система. Нет, друзья, эта комната сегодня шалит, то есть, так сказать, четвертый раз выкидывает. То есть, был у нас такой один раз, когда выкидывало через каждые 45 секунд, то есть, ну, тем не менее. Так вот, по потребительскому обществу, вообще родоначальником или таким основным двигателем развития именно потребка операции, логики развития через потребку операции, считается Петр Столыпин. Он запустил эту большую программу в начале века, освоение Сибири, раздача земли. Потом была очень серьезная система субсидирования через государственный бюджет для освоения этой земли. Но потом, к сожалению, с его гибелью, а потом уже с гибелью империи, эта теория отошла в прошлое. Вот. И, соответственно, в начале 90-х она опять стала возрождаться. Сегодня потребка операции... А, через 2 минуты 40 секунд. Да, 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 было. Вот. Уранение не дриблют, не работающийся. Ну, наверное, да, друзья. Просто комментарии интересные идут в чатах. Вот. Поэтому мы сегодня, когда взяли идеологию потребка операции потребительского общества, это как раз исходя из целей и задачи, которые вся эта идеология в себе несет. Чтобы каждый, кто в нее вступает, мог, соответственно, со своими возможностями вносить вклад и, соответственно, с паевым взносом получать оттуда прибыль. И поэтому сейчас мы, когда запустили, то мы и планируем, что кто получит землю и, соответственно, будет пайщиками вносить ее как паевое общество, мы, соответственно, будем организовать работу таким образом, чтобы эти паи постоянно капитализировались, на это и направлена вся работа. И, соответственно, для того, чтобы и работало такое понятие, как касса взаимопомощи, то есть взаимного кредита. И я могу сказать, что кооперативный банк, российский кооперативный банк до революции, это был самый крупный банк в Европе. Вот. То есть и по объемам, и по выданным кредитам, и по получаемой прибыли, то есть которые распределяют. Вот. Поэтому, так, что кто в Skyway автоматом является ППО? Да, друзья, такая система есть. И более того, если уже говорить по тем ограничениям, которые мы будем вводить, мы тоже делаем ряд сегодня таких системных шагов, связанных с тем, чтобы люди понимали, так как мы обучаем грамотности и понимание, что вы делаете тоже, что кто не входит в ПО Евразия, соответственно, он не может быть в нашей программе владельцем земли, потому что иначе выбивается из системы, иначе мы не сможем это все систематизировать. Второй вопрос. Мы через 2-3 месяца, ну, точнее, через 2 месяца запускаем проект «Русский холод». То есть это капитализация технологии, когда можно будет через пищевой лед аккумулировать огромное количество энергии, и мы будем выводить на рынок принципиально новый продукт, который сегодня востребован, и это колоссальный сегодня по капитализации рынок. Естественно, мы также будем рассматривать вопрос, что тот, кто не является пайщиком ПО Евразии, кто не является владельцем земли, соответственно, вы не можете претендовать на прибыль от продажи сибирского холода. Это тоже, в общем-то, закономерный такой процесс, потому что только общее развитие нельзя что-то ухватить куском, сказать, я хочу быть акционером, допустим, только воды и холода, а линейный город меня не интересует. Поэтому мы выводим на то, что если вы не являетесь пайщиком, и вы не участвуете в развитии Сибири и Дальнего Востока, вот таким образом, участвуя в программе, то вы не можете быть уже и акционером, на наш взгляд, самой прибыльной компании, которая будет с точки зрения технологии Skyway и развития Транснета. Следующий проект, который также мы готовим сейчас сначала к обсуждению, а потом к запуску, это проект, связанный с редкоземельными металлами, это освоение северных территорий Якутии и Красноярского края. Вот это богатейшие места, и когда эти месторождения войдут в экономический оборот, то это тоже будет существенное изменение во всей металлургии мировой. И, соответственно, второй момент, это все, что связано с капитализацией Транснета. Так вот, мы тоже вводим такие ограничения, что кто не является пайщиком потребительского общества Евразия, кто не является владельцем земли, кто не участвует в программе «Российский холод», потому что это невозможно без легирования редкоземельным металлом. Поэтому это те три проекта, которые мы сейчас запускаем. И эти три проекта, соответственно, в ближайшее время, то есть это еще ближайшие 2-3-4 месяца, они будут постепенно входить в оборот, потому что очень нужна существенная юридическая подготовка, то есть большую часть мы ее сейчас уже подготовили и сделали. Вот сейчас мы заканчиваем именно юридическую, ну скажем так, целесообразность и увязку всех договоров, юридическое оформление и создание новых компаний, формирование директорского состава. Вот мы сейчас все это заканчиваем, и тогда начнем уже адресные проекты и введение акционеров в эту систему. Это тоже буквально вот несколько месяцев, и этот процесс тоже активно пойдет. То, что вот Алексей упомянул наш, ну на сегодняшний момент, любимую игрушку, как мы ее называем, вот этот смарт-велокар, это точно так же, я уже писал это в чате, друзья, это абсолютно адресный проект, направленный на один такой небольшой сегмент, локальный сегмент использования туристического и фитнес-направления. Соответственно, получилось так, что на него сейчас есть заказчики, мы сейчас под него создаем специализированные компании, мы как раз увязываем всю логику вопроса о том, что как сегодня можно инвестировать небольшие суммы в конкретный проект, и как в очень обозримый период эта компания за счет получения заказов, за счет начала строительства, она капитализируется и начинает приносить уже прибыли и дивиденды, как и сделать. То есть это просто как пилотный, небольшой, но очень такой значимый проект, который сегодня мы так же инициируем и запускаем для того, чтобы это все развивалось и действует. Так, а как быть с Израилем? С Израилем у нас все очень хорошо, с Израилем идут такие же, соответственно, запросы на эти компании, и если говорить, то Smart VeloCar – это наш ответ израильской программе, которые хотят сегодня развивать направление и строительство также индивидуального транспорта на 2-3-4 человека. То есть Алексей показывал не раз на своих вебинарах, где они хотят строить сегодня подвесную дорогу, но с использованием магнитной левитации, то есть принципа отталкивающегося магнита. На наш взгляд, и то, что Анатолий Дуашич на своих вебинарах не раз показывал, что это полная глупость, что никакой магнитной левитации, магнитного подвеса не надо, что это все абсолютно ненужные затраты, которые не дадут серьезного эффекта, а надо просто рельс струна с стальным колесом. Вот Алексей правильно показывает. Кстати, она очень по названию схожа. Алексей, как она называется? А, SkyTram. SkyTram, да, то есть у нас SkyWay, а у них SkyTram. То есть схожи. Соответственно, то, что мы сейчас сделаем с помощью вот этого нашего велокара, это наш ответ, который будет очень простой, дешевый, но более эффективный, как, в общем-то, все у нас получается. Поэтому, друзья, все, что связано с потребительским обществом, для этого будет еще проведена большая-большая работа. Мы вам будем все это рассказывать, показывать, потому что это стержень сегодня нашей. Так, Галина, на каком топ будет работать Юнибус? Я, конечно, Галин, понимаю, что, судя по всему, вы первый раз пришли на этот вебинар. Вот, поэтому 100 вопросов, 100 ответов или свяжитесь с кем-нибудь, кто информацией уже владеет. Вам очень четко, грамотно. У нас огромное количество людей, которые этой информацией владеют. Что, на каком топливе, как строятся опоры, что сдует, что не сдует. Это традиционные вопросы, которые задают все новички, которые только попадают в проект. Вот, друзья, я хотел бы завершить свою часть сегодняшнего выступления и нашего первого вебинара, скажем так, после черты форума, который мы провели. Вот, следующий форум у нас теперь будет 10-11 октября в Москве. Вот, это будет годовой форум. Мы заранее уже сейчас, во-первых, мы уже получили заявок, вот на этом форуме уже более 200 человек собрались, ну, изъявили желание, что будут участвовать в этой форуме. Мы заранее уже сегодня зал, ну, с прицелом на зал, в котором будет входить не менее 2000 человек, вот, реально там с приставными стульями и так далее. Мы надеемся, что там будет более 2500 человек. Поэтому цели и задачи, которые мы ставим на октябрь, очень большие. Вот, и, соответственно, друзья, я думаю, что в октябре нам уже будет очень серьезно, что обсуждать к этому времени будет самым активным образом, так, по билетам на форум, друзья, это все будет у нас Игорь Хальзов заниматься, я, честно говоря, даже не знаю. Я знаю, что в самом форуме активно люди приобретали билеты, и мы их там напечатали. Я вот, лично меня попросили, что первые 200 вид билетов мы с Андреем Ховратовым написали на них пожелания, расписались, и все эти билеты, да, все эти билеты, соответственно, разошлись на форуме. Поэтому к тому времени у нас будет уже активнейшим образом идти строительство на полигоне в Минске, вот, соответственно, будет очевидной очень много вещей, чтобы продемонстрировать. К тому времени мы надеемся, мы запустим вот эту демонстрационную программу здесь вместе с Московским университетом. Вот мы тоже, во всяком случае, все предпосылки, чтобы это было у нас идет, и, соответственно, мы запустим еще как минимум три адресных проекта, которые связаны с русским холодом, которые связаны с редкоземельными металлами и с сферой туризма на побережье. Поэтому, естественно, что в октябре нам будет более чем поводов, чтобы все это обсуждать, чтобы это все смотреть, как развивается. И я думаю, что не менее 250 тысяч участников проекта к тому времени у нас уже будет реально зарегистрированных и работающих. Я, во всяком случае, Андрей, конечно, говорит, что 500 тысяч человек к тому времени будет. Вот. Я очень сильно на это надеюсь. Более того, теми темпами, как сегодня, последние два месяца идет развитие, то это вполне реально. Но я думаю, что лично для себя, это я, конечно, пессимистичный такой, я для себя определил, что если мы даже выйдем на 250 тысяч к октябрю, это уже будет очень хороший результат для нас, для всех. Ну, друзья, я думаю, что после форума на сегодняшнем вебинаре мы все, что хотели вам рассказать с Алексеем, донесли. Вот. Я... Григорий Михайлович, вы здесь, с нами? Вот. Я тогда передаю слово Григорию Михайловичу Мирошниченко. Вот. Я думаю, что мы теперь все чаще и чаще будем вести втроем. Я, во всяком случае, его об этом уговаривал уже последние три месяца. Вот. И опять же, благодаря форуму, на форуме он сказал, что он, наконец, согласен участвовать на троих с нами, с Алексеем. Вот. Во всяком случае, мы... Я этому очень рад. Посмотрим, что из этого будет получаться. Вот. Но одно я могу сказать, что все, за что берется Григорий Михайлович Мирошниченко с его колоссальным опытом именно в работе и в сетевого бизнеса, и вообще по маркетингу активного, я могу сказать, у него все активно получается. Поэтому я рад, что такой человек в нашей программе, что для него сегодня цели и задачи Skyway и строительства – это действительно цели и задачи сегодняшней работы. И чем больше таких людей у нас будет приходить в проект и так активно работать, я думаю, друзья, тем, соответственно, нам всем от этого будет лучше. Три богатыря. Ну, да, Валерий, так сказать. Кстати, Валерий, нам надо будет связаться или сегодня, или завтра по поводу нашей дальнейшей работы вот с Магнитогорским политехническим университетом, потому что там сейчас очень серьезно пошла работа, и нам надо сейчас некоторые орг-вопросы сейчас быстро порешать. Так что это Валерий просто увидел в чате, поэтому Григорию Михайловичу передаю слово. Хорошо? Отлично, да? Все, окей. Фонит? Если у кого-то фонит, ребята, у себя там настройки у себя. Сейчас тихо. Чуть добавлю. Просто я в этой конференц-комнате, в общем-то, по-моему, второй раз всего-навсего, поэтому так. Все отлично, да? Очень тихо. Добавьте звук у себя. Окей, норма. Норма, тихо. Чуть-чуть еще. Стоп, 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 стоп. Вот так вот поставлю. Сегодня я долго времени занимать у вас не буду, по одной простой причине, что мы намечали вебинары проводить максимум час. Мы уже перевалили 1 час и 13 минут. И я просто обозначил вам те позиции, которыми мы вместе с вами будем учиться. Я буду учиться у вас, а вы будете учиться у меня. Используя мой опыт, я буду использовать ваш опыт. Будем привлекать еще дополнительных спикеров, у которых есть прежде всего жизненный опыт. Не теоретики, а практики. Знаете, что это такое? То есть есть теоретики, а есть практики. Есть те, кто говорят и чему-то учат, но сами, к сожалению, этого никогда не делали. Никогда не создавали структур десятки, сотни тысяч человек. Никогда не зарабатывали огромных денег именно в этой сфере. Но они пытаются учить. Вот в этом отношении всегда рекомендую всем, делайте выбор за теми, кто действует. Несложно вас слушать 2-3 часа. Спасибо большое. Но, скорее всего, все-таки мы вот сейчас это еще обсудим с Сибиряком Сергеем Анатольевичем и с Алексеем Суходоевым. Каким образом будем проводить эти вебинары. И, скорее всего, в конечном счете мы перейдем еще дополнительно на отдельные вебинары, где будет несколько всего наоборот. То есть, где немножко, скажет Сергей Анатольевич, немножко Алексей Суходоев, а больше времени буду занимать я. Не только я, но и моя помощница. Вы видели чуть-чуть это Магасумова Гузель. Мы в свое время проводили действительно и очень-таки успешные тренинги 21 день. Как за 21 день достичь определенных результатов. О чем мы еще будем говорить? Мы будем говорить о пофигизме. Знаете, что такое пофигизм? Это, ну, короткий пример такой. Мне пофиг, что подумает обо мне кто-то. Я просто сообщаю вам, что я в такое-то время зашел в какую-то программу. Программа эта связана с новыми транспортными системами. И когда ты это услышишь от кого-то, знай, что я уже там. И, пожалуйста, обращайся ко мне. При этом вот эта короткая фишка. Я в Москве на нашем большом сборе дал тоже небольшую фишку. Вот это тоже одна из тех фишек, которые мы будем разбирать, учиться этому. Что это такое? Это то, что большинству людей, то есть на первом месте у нас стоит, хотим мы или нет, но стоит страх. Я почему сейчас так говорю? Все быстро, потому что в данный момент я нахожусь в офисе. У нас здесь довольно много людей. Обросил всех соблюдать тишину. И, скорее всего, на вечерних вебинарах я уже буду находиться один, где будем соответствующие подготовить слайды, видеоматериалы. И все эти материалы вы получите. Плюс к этому будет дополнительная рассылка. И вы подключитесь к этой рассылке, где будете получать рабочие материалы и будете выполнять определенное задание. Не пугайтесь этого. Это не будет для вас сильно накладно. Но если вы начнете делать и превращать свою жизнь в практику, то у вас все абсолютно получится. Плюс к этому. Сразу же, ребята, обращаю внимание. Вот такое серьезнейшее внимание. Ни в коем случае никого не уговаривайте, не упрашивайте, не умоляйте. Есть такая фраза, корректная фраза, что мы ответственны за тех, кого вовремя не послали. Просто для себя возьмите и запишите, что мы ответственны за тех, кого вовремя не послали. Как только, не дай бог, вы начнете кого-то уговаривать, кого-то умолять, подключиться к программе, выложить там деньги, купить акции. Все, вы попали. И не просто попали, а вы попали на всю оставшуюся жизнь в зависимости от этого человека, который смесит ножки и будет требовать все от вас. По принципу, мы сами ничего не будем делать, но с вас мы спросим. То есть мы сами ничего не делаем, но с вас мы спросим. И этот принцип переложения ответственности, это такой, знаете, очень хороший ход для тех, кто любит всю ответственность перелагать на кого-то. Это вот как пример у нас Магасуму Агузель. Это молодая, красивая, успешная девушка. Она занимается трейдингом. И вы знаете, как сегодня она мне сказала, значит, одна женщина, которая купила большую, в общем-то, довольно-таки много долларов и евро. И она уже второй день ее мучает. Что мне делать? Продавать доллары или не продавать? Евро продавать или же наоборот покупать? Что делать? В то время как, если бы Агузель знала, куда пойдет евро, куда пойдет доллар, вверх или вниз, она бы уже здесь не сидела. Она бы отдыхала где-нибудь, я не знаю, в своем замке на побережье Средиземного моря. Почему? Потому что этого, по большому счету, никто знать не может. И если вам кто-то говорит, что он знает, и может прогнозировать, не верьте этим людям. Почему? Потому что на самом деле это совершенно все наоборот. Плюс к этому, я вот просто заглядываю, маленькие наброски сделал. О чем мы будем с вами говорить? Мы будем говорить точно так же и о том, как действительно есть определенные методики, которые позволяют нам практически любого человека перевести из стадии «нет» в стадию «да». Но при этом это такие методики, ну скажем так, опасные методики. В хорошем смысле слова опасные методики. И применять их надо тоже разумно. Вот. Я пытаюсь быстро-быстро вам сказать все это, так как наше время подходит к завершению. И я не буду специально сегодня ничего такого раскрывать. Мы еще все это подготовим. И я еще раз повторяю, скорее всего, вебинары будем проводить уже так. Допустим, 30 минут я буду брать. И 30 минут это будет дополнительно стимул для Сергея Анатольевича и для Алексея Суходоева. Сжать всю информацию, сжать вот в более такие сроки. Хотя это, конечно, весьма непросто. И когда слушаю Сергея Анатольевича, можно слушать его действительно и Леша Суходоева очень-очень долго. И они здорово говорят, много интересного говорят. Но хотим мы или нет, но усвоение материала просто невозможно. Более чем через 30-40 минут человек уже, ну, просто материал не воспринимает. Поэтому немножко будем перестраивать. Или же немножко разделимся. Где будет больше я времени, а где-то мы будем совместно. На любом случае я буду стараться завершать. А теперь, знаете, такой небольшой призыв к действию. Вот, дорогие друзья, у меня в руках калькулятор. Видите калькулятор? И я вам сейчас покажу такую удивительную вещь, о которой, ну, по большому счету, практически никто из вас не знает. Как нам... Вообще основная задача на сегодняшний день – это профинансировать все наши работы. Профинансировать. Так вот, заметьте, нас... Ну, я возьму даже не 70 тысяч человек, А у нас практически уже 50 тысяч нормальных, нормальных, я говорю, акционеров. Заметьте, нормальных акционеров 50 тысяч человек. А теперь внимание. Я задам такой вопрос. Хотели бы мы, хотели бы мы. Это будет небольшая провокация для всех, но просто задумайтесь и сделайте это буквально в течение ближайшей недели. Если каждый из нас, вот 50 тысяч человек, возьмет в себе, знаете, такое обязательство. Это не обязаловка, а обязательство. Каждый месяц приобретать пакет акций на 30 фунтов. Всего-навсего на 30 фунтов. А теперь просто возьмите, посчитайте на калькуляторе 30 фунтов умножьте на 50 тысяч человек, получается полтора миллиона фунтов. Полтора миллиона фунтов. Сергей Анатольевич, если вы здесь, или Алексей Супадоев, если вы здесь, в таком случае, то напишите, как, насколько это было здорово, если бы каждый из нас сделал это. Просто напишите здесь чательно, напишите, что да, супер, здорово, замечательно. То есть, таким образом, я думаю, что мы бы, в принципе, могли закрыть все необходимые те суммы денег, которые в данный момент нам необходимы. По мере того, как количество партнеров будет увеличиваться, соответственно, и денег будет поступать больше. И эти деньги нужны прежде всего для того, чтобы закончить строительство, я по-прежнему скажу, не полигона, а технологического центра, центра сертификации, и начать реализацию адресных проектов. Вот этого нам бы, на первом этапе нам бы хватило. А дальше количество людей будет увеличиваться, соответственно, мы это сделаем. Но для этого ответственность надо взять нам на себя. Вот каждому самому, каждый человек возьмет на себя ответственность. 30 фунтов, это примерно, ну, 2800, ну, около 3000 рублей. Такую сумму может выделить любой человек. И по большому счету, не надо напрягаться, может быть. Это не призыв к действию, но страх пригласить человека на 100 тысяч фунтов, это уже дело профессионала. Но на 30 фунтов можно, всем нам это сделать, всем вместе. Поэтому я заканчиваю нашу презентацию. Нет, последнее слово будет, наверное, все-таки, либо Алексея Суходоева, либо Сергея Анатольевича. Но я призываю вас к действию. И не обязательно даже, там, пытаться кого-то пригласить, что-то еще. Но вот каждый из нас, если возьмет на себя обязательства, ежемесячно. Вот, давайте так, в течение этой недели, вот в течение этой недели, всего-то навсего 30 фунтов выкупает каждый, кто находится на вебинаре. Я всем благодарю за то время, которое вы потратили. И потратили, я думаю, вы его не зря. В дальнейшем будем работать более плотно с заданиями соответствующими, которые, я надеюсь, все-таки помогут вам решить многие свои финансовые проблемы. И самое главное, вопрос, хотим ли мы, чтобы это состоялось быстрее? Если мы хотим, чтобы это состоялось быстрее, и вы имеете уже пакет акций в миллион штук, прошу прощения, не отключил скайп, если у вас есть уже миллион акций, то в чем дело, ребята, в чем проблема? Давайте сделаем так, чтобы это состоялось как можно быстрее. Но мы профинансируем его полностью. Благодарю за внимание. С вами был Григорий Мирошенченко. Благодарю за внимание. Я познакомился с Григорием Михайловичем как раз год назад. Он как раз и сказал, что, друзья, никаких проблем здесь с финансированием нет. Проблема только с грамотной организацией работы и с грамотной мотивацией. И когда вы станете, то есть мы как программа, как Skyway, станем понятными для большинства людей, то, соответственно, процесс пойдет. И основную вещь, которую он сказал, что если слова не заканчиваются действием и переходят в практику, то это все болтовня. Поэтому как раз очень... И сейчас показывают, что благодаря всей нашей вместе-совместной работе мы занимаемся нервно-отовней. Что проект дальше идет и благодаря таким людям развивается. Поэтому Григорий Михайлович просто умеет настолько грамотно и четко аргументировать, стимулировать людей именно к действию, что после общения с ним хочется встать и идти что-нибудь делать. А так как в данном случае что-нибудь делать, это значит участвовать в проекте Skyway, значит, соответственно, идти дальше, соответственно, идти и действовать. Значит, как всегда заканчиваем мы нашей традиционной строй Skyway, спасай Россию. Вот, потому что на сегодняшний момент это все больше... И вы сейчас это увидите, это входит уже все больше и больше в уровень общей идеологии. Я не удивлюсь, если в ближайшее время это будет в уровне государственной идеологии, потому что это действительно важный вопрос. Ну и, соответственно, Transnet — это как результат нашей работы, это сеть адресных проектов, реализация конкретных наших общих усилий, и поэтому без Transnet тоже развития, естественно, быть не может. Это тоже основная тема, которую мы сейчас ведем. Ну все, друзья, на этом мы с вами прощаемся на этом вебинаре. Кто будет еще в 20 часов, значит, приглашаем в 20. Соответственно, на следующую среду, как обычно, в 13 часов для Сибири и Дальнего Востока. Очень надеемся, что сейчас того, как мы начнем выстраивать, делать работу таким образом, что нас на этих вебинарах будет увеличиваться, количество увеличивается, потому что мы сейчас вышли на какую-то планку, и более-менее у нас постоянно приходят новые, но и постоянно меняется к этим нет. Поэтому, друзья, давайте будем двигаться, делать, но с точки зрения развития программы все идет в нужном русле, все идет абсолютно как должно идти, поэтому, друзья, вперед к намеченной цели. Все, спасибо, всего доброго, до новых встреч. Продолжение следует...